Возвращение Нептуна Возвращение Нептуна Возвращение Нептуна Возвращение Нептуна дремлющие, душевные, какие-то психические, творческие силы. Он вдохновляет нас, он окрыляет. И вообще под воздействием Нептуна все события в нашей жизни, они обретают более яркую и эмоциональную окраску. Но Нептун, он большой иллюзионист, он путанник. Недаром он управляет всем, что связано с иллюзиями, с проявлением бессознательного, с нашим воображением, интуицией, с спонтанными прозрениями, предчувствиями, сновидениями. Это все Нептун. И вот под влиянием Нептуна мы с вами начинаем выдавать то, что мы желали за действительное. И не всегда, конечно, это свершившееся желаемое идет нам на пользу, потому что здесь мы можем легко запутаться. Нептун отвечает за наше подсознание, за все, что скрыто в нашей душе и глубоко находится в нашей душе. Поэтому при транзите Нептуна на поверхность выходят все наши страхи, все наши комплексы. И вот это наилучшее время для того, чтобы поработать с ними. Нептун не успевает в течение всей нашей жизни обойти весь зодиакальный круг. Поэтому у каждого из нас будет свой строгий набор домов, по которому в течение нашей жизни проходит Нептун. И в отличие от Урана или Плутона, Нептун он не сотрясает, он не разрушает, а он просто ставит нас перед выбором. Таким образом, события, которые происходят под воздействием Нептуна, это лишь такой маленький отголосок того, что происходит у нас внутри. Поэтому очень трудно прогнозировать какие-то события, потому что они будут зависеть от того, к чему человек уже пришел в своих духовных исканиях. Нептун он любит напустить туман, он любит ввести нас в заблуждение. И поэтому при Нептуне нам бывает очень сложно понять, где проигрыш, где удача, что хорошо, что плохо. Здесь гораздо важнее для нас внутренняя гармония. Это согласие нас самих со своей совестью и со своей душой. Вот все наши с вами надежды, все убеждения – это и есть прямое воздействие Нептуна на нас. Итак, Нептун проходит по всем знакам за 164 года. И пребывает в одном знаке примерно 14 лет. В 2011 году Нептун вошел в знак своей обители, в знак рыб. И это его естественное местоположение, и здесь он очень сильный. Нептун бывает ретроградным почти 5 месяцев в году. И отвечает он за наши подсознательные процессы, погружает нас с вами внутрь самих себя, где мы, к удивлению, можем найти еще один огромный мир, который включает в себя всю Вселенную. И ретроградное движение Нептуна – это тоже такое движение снаружи, внутрь себя, в свое подсознание. И поэтому получается, что при ретроградном движении Нептун нас с вами возвращал на эти 5 месяцев к собственным истокам, к нашему внутреннему Я. И вот начиная с конца июня 2019 года, мы с вами могли это чувствовать в своей жизни, мы с вами могли это переживать. Итак, кого же мы можем с вами отнести к нептунианцам или к тем людям, кем управляет эта планета? Ну, во-первых, тех людей, у кого в натальной карте Нептун находится в обители или в экзальтации. Тех, у кого в Солнце находятся знаки рыб. Ну, а также те, у кого асцендент или первый дом находится в знаке рыб. Те, у кого Солнце находится в 12-м доме. Или те люди, у кого стелеум планет в 12-м доме или в знаке рыб. Особенно личных планет. Это Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера. Ну, а также можно сказать о том, что на вас тоже будет влиять Нептун на вашу жизнь, если он находится в домах Кардинального Креста. Это 1-й, 7-й, 4-й, 10-й и плюс аспекты с другими планетами. Ну, и самая хорошая новость для нас, дорогие, что, наконец-то, период ретроградности заканчивается. И уже примерно с 25 ноября 2019 года Нептун развернется в свое прямое движение. Вплоть примерно до 23 июня 2020 года. И что еще немаловажно, что Лилит теперь начнет отдаляться от Нептуна, тем самым ослабевая свое негативное влияние на него. Ну, что еще нужно дополнить? Именно продвижение Нептуна в 2019 году. Так это, наверное, то, что Нептун является в 2019 году одним из самых главных участников в образовании аспекта бисикстиль Нептун в рыбах, Кету, Сатурн, Плутон в Козероге и Прозерпина в Скорпионе. И вот этот бисикстиль будет влиять на трансформацию нашего с вами внутреннего мира, на то, чтобы мы избавлялись в 2019 году от каких-то ограничивающих нашу жизнь установок, тем самым помогая нам с вами, помогая обрести свободу. Что особым образом будет касаться периода, когда Нептун будет сейчас находиться в своем прямом движении. Ну и давайте теперь посмотрим, как же Нептун будет влиять на вас и что принесет разворот планеты в прямое движение 25 ноября 2019 года для каждого знака. И начнем мы с вами с овнов. Итак, дорогие овны, Нептун развернется в вашем 12-м доме. А 12-й дом – это дом прошлого, уединения, тайн, дом наших страхов, нашего подсознания. И также будут затронуты темы вашего 10-го и 8-х домов. Это и карьера, и статус, и трансформация, интим и чужие деньги. Плюс отдаление лилит. Это событие наконец-то принесет вам, дорогие овны, больше ясности в вашу жизнь, а значит больше свободы. Уже последние 5 месяцев вы могли испытывать какие-то трудности в своей карьере. Здесь могли быть различные перемены. И вам в это время могло казаться, что ваша карьера, она отбирает от вас все ваши силы, занимает все ваше время и буквально стоит вам жизни. Могли обостриться ваши страхи. Также страхи насчет изменения в вашей карьере за этих 5 месяцев. После разворота Нептуна в прямое движение, дорогие овны, вы наконец-то сможете почувствовать, что как будто пелена спадает с ваших глаз. И сейчас вы сможете уже понемножку здраво, реально посмотреть на жизнь, посмотреть на вашу карьеру и понять, что во всем происходящем нет никакой фатальности. Не нужно ничего бояться, что вам на самом деле нечего бояться. Также сейчас могут раскрыться какие-то тайны, которые могут быть связаны с темами этих домов. Некоторые овны смогут, например, разоблачить, открыть интриги ваших тайных врагов или тех людей, которые до этого называли себя вашими друзьями, но на самом деле они таковыми не являются. Могут раскрываться какой-то обман, связанный с крупной суммой денег сейчас. Возможно, что за эти 5 месяцев вы были втянуты или в долги, дорогие овны, или в кредиты. И вот на очень невыгодных вам условиях. Но вот при ретро-нептуне вы этого не могли понять, вы это не могли видеть. А также некоторые поймут, что если вы были финансово или в сексуальном плане, зависимо от какого-то человека этих 5 месяцев, то сейчас вы наконец-то снимете эти розовые очки, дорогие овны, и увидите, например, что вас удерживали или обманом, или силой, какими-то пустыми обещаниями, что это совсем не тот человек, которого вы себе нафантазировали в эти 5 месяцев, и что нужно что-то менять в своей жизни. Тельцы. Для вас Нептун развернется в вашем 11-м доме. 11-й дом – это дом социальных связей, друзей, единомышленников, групп и дополнительно затронут темы вашего 9-го и 7-го дома, а это философии, образование, заграница, брак, сотрудничество плюс отдаление лилит. Вот последние 5 месяцев, дорогие тельцы, вы могли заблуждаться насчет своих друзей, заблуждаться насчет каких-то групп или организаций, и возможно, что они на вас даже оказывали какое-то негативное влияние или оказывали негативное влияние на ваши нервы, на вашу психику. Возможно, вас могли обманывать в течение этих 5 месяцев, вводить в заблуждение или просто втягивали в какие-то нежелательные действия, например, какие-то друзья втягивали вас в пьянство или наркоманию. Кто-то под влиянием своих друзей в эти месяцы мог вступить даже в секту или в какую-то подпольную организацию, ну или же сами вы могли вовлечь туда своих друзей. Возможно, что последние 5 месяцев у вас не складывались отношения с социумом, с вашими друзьями, с какой-то общественной организацией или деятельностью, и всё это требовало от вас полностью поменять своё представление о законах социальной жизни. Например, кто-то из вас мог заметить и понять, что вам всё это время очень трудно было доносить свою мысль, доносить свои идеи до других людей, дорогие кельцы. И окружающие люди понимали вас хуже. Например, если в это время вы писали диссертацию, работали над дипломной работой или кто-то сдавал экзамен, то от вас могли не принимать ваши работы, могли критиковать ваши работы, могли требовать от вас изменить ваши работы или даже переписать заново, или пересдать экзамен заново. Кто-то, как я говорила, мог критиковать ваши работы и вообще не воспринимать их. И сейчас вы, наконец, сможете понять свои ошибки, и многих из вас может посетить идея, как нужно сделать, как нужно показать себя с самой лучшей стороны, показать с лучшей стороны вашу работу, как развернуть тему своей работы. Близнецы, для вас Нептун развернется в вашем 10-м доме статуса карьеры и дополнительно затронет темы 8-го и 6-х домов, а это интим, риски, чужие деньги, работа и здоровье, плюс отдаление лилит. Вот последние 5 месяцев могли быть сложными для вас, дорогие близнецы, и главным образом это могло, опять же, касаться вашей карьеры. Многие близнецы могли окончательно запутаться в это время и не понимать, где вы хотите работать, в какой сфере профессии, где вы хотите развиваться дальше, и вообще, чем вы хотите заниматься. Последние 8 лет некоторые из вас, дорогие близнецы, могли много времени потратить именно на то, чтобы найти себя, найти свою профессиональную, свой профессиональный путь. И вот многие из вас за эти года могли уже поменять множество компаний, множество мест работы и попробовать себя во многих местах. Таким образом на вас мог влиять Нептун. Эта тема могла коснуться особенно тех близнецов, кто в 2011 году закончил учебу, закончил университет или институт или другое образовательное учреждение и должен был вступить в свою профессиональную жизнь. Вот сейчас на развороте Нептуна постепенно вы начнете осознавать, в какой сфере вы будете развиваться дальше, в какой области вы будете строить свою карьеру и куда вам нужно стремиться. Некоторые из вас могут наконец-то найти даже работу своей мечты или получить профессию своей мечты или начать работать и развиваться в этой профессии. Если раньше вы даже не рассматривали возможности работать в своем бизнесе или фрилансе, то вот сейчас как раз многие смогут поменять условия своей работы на более комфортные для вас условия. Ну а также все эти изменения коснутся вашего заработка. Когда вы измените свой подход и к вашей работе, и к условиям вашего труда, то вы сможете, дорогие близнецы, увидеть, как вам лучше работать, как вам лучше зарабатывать, как для вас комфортнее, как для вас будет удобнее это делать, чтобы больше ни от кого уже никогда не зависеть. Ираке. Нептун развернется в вашем девятом доме. Это дальние страны, путешествия за границей, религия, высшее образование. И дополнительно будут затронуты темы по вашим седьмым и пятым домам. А это брак, сотрудничество, партнерство, любовь, дети плюс отдаление лилит. Вот последние пять месяцев, дорогие раки, в вашей жизни могли присутствовать какая-то путаница, сумбур вокруг вас, которые некоторые из вас, возможно, даже не замечали или просто не осознавали. Некоторые раки в эти пять месяцев могли быть фанатично увлечены какими-то духовными практиками. Это могла быть и религия, и психология, и астрология. Или вы могли быть яростным фанатом своих убеждений в это время. Возможно, даже кто-то для себя нашел духовного учителя, который впоследствии может оказаться лжеучителем. И вы могли, такие учителя, они могли внушать вам неправильные понятия о какой-либо философии, или даже о бытие, или даже о какой-то профессии. Вот все эти пять месяцев информация на эти темы, она могла к вам приходить в каком-то неправильном, искаженном виде. Некоторые из вас могли в это время настолько глубоко погрузиться в изучение какой-то культуры другой страны, или философии, или религии, что вы сами могли уже запутаться в правильности своих суждений и в огромном объеме информации, которая могла к вам приходить. Вот сейчас на развороте Нептуна в прямое движение, дорогие раки, вы наконец-то сможете ясно увидеть свои ошибки, свои заблуждения, и понять, насколько правильно вы до этого воспринимали то или иное учение, возможно, религиозное учение, и насколько правдив был с вами ваш учитель. Ну а для тех, кто изучал в это время психологию, или астрологию, или медицину, переход Нептуна в прямое движение может означать, что перед вами сейчас раскроются новые возможности, как будто откроется и станет доступно много очень новой, глубокой, тайной информации. И вы сможете углубить свои знания, перестать сомневаться в себе наконец-то. Ну а те, кто заглянет еще глубже в свое подсознание, смогут очень многое понять и о себе, и о бытие, и о мире. Львы, дорогие, Нептун развернется в вашем восьмом доме. Это дом чужих денег, наследство, трансформация, дом интима. И дополнительно будут затронуты также темы вашего шестого и четвертого дома. Это здоровье, работа, ваш дом, ваша семья, недвижимость плюс отдаление лилит. Вот в последние пять месяцев многие из вас, дорогие львы, могли все время сомневаться. Сомневаться в себе, сомневаться в своей состоятельности, насколько вы финансово обеспечены, чтобы обрести настоящую свободу. Многие из вас все пять месяцев работали в прямом смысле слова на износ, пытаясь разобраться со своими долгами, со своими кредитами, со всеми ограничениями, как денежными, так и с физическими ограничениями. Особенно в начале 2019 года, когда вопрос перед вами, вот этот вопрос мог обостриться. И многие львы могли понять, что пришло время выходить на совершенно новый уровень, например, на вашей работе или выводить свою семью на новый уровень. И вот этот период, эти пять месяцев, они полностью измотали вас. Как я говорила, многие много работали и работали лишь с одной мыслью последние пять месяцев, чтобы скорее получить или то повышение, к которому вы стремились, ту должность. Кто-то, возможно, ожидал своего ухода в декрет, а кто-то вообще мечтал уехать куда-нибудь, все равно куда, куда глаза глядят, с одной целью, чтобы наконец-то отдохнуть. Ну вот на развороте Нептунов такое вы наконец-то сможете понять, что именно все эти месяцы мешало вам, дорогие львы. Где вы допускали ошибку, что вы упускали из вида. Вам было очень сложно понять в это время, где вы независимы, а где вы уже попали в зависимость, где ваша жизнь была в опасности в этот период, а где вы находились, наоборот, в безопасности, где вам ничего не угрожало. Так как при Нептуне в вашем восьмом доме это было очень тяжело понять. Ну а те ли вы, кто боялся уволиться, боялся сменить свою должность или боялся сменить профессию, так как вы боялись, что в вашей семье не хватит денег, или же вы влезете в долги в таком случае и не сможете отдать кредит или попадете в зависимое положение после вашего шага такового. Вот сейчас все эти страхи за ваше будущее, за вашу жизнь, за ваше финансовое состояние постепенно начнут проходить с конца на ебря, дорогие львы. И придет какая-то ясность в вашу жизнь, появится какая-то новая информация, которую до сих пор вы не знали, которая была скрыта от вас. Например, кто-то может узнать, что вам оставили большое наследство, и это уже автоматически делает вас финансово независимыми. В любом случае, при развороте Нептуна в прямое движение страхи за вашу жизнь, за ваши финансы, за ваши финансовые обязательства и обязательства перед вашей семьей, дорогие львы, они начнут уходить, и вы наконец-то сможете свободно вздохнуть и отдохнуть. Это, конечно, хорошая новость. Девы, дорогие, Нептун развернется в вашем седьмом доме. Доме партнерства, доме брака. И дополнительно будут затронуты темы вашего пятого и третьего дома. А это темы любви, темы детей, контактов, близких родственников, плюс отдаление лилит. Вот уже с июня 2019 года некоторые из вас, дорогие Девы, могли начать сомневаться в своих отношениях, в вашей второй половинке. И ваши отношения могли ухудшаться в этом году именно на почве подозрительности, ревности, неуверенности в себе. Из-за того, что вы боялись, в вас присутствовал страх, что вас могут предать или изменить вам. Отношения с окружающими людьми тоже могли портиться в это время, так как вы сомневались в честности этих людей, в их порядочности, подозревая, что вас все время пытаются обмануть, и что делают это очень искусно. Но на развороте Нептуна постепенно, дорогие Девы, вы сможете раскрыть все обманы, как надуманные обманы, так и настоящие обманы. И теперь вы наконец-то увидите и поймете, кто вас обманывал, а кого вы просто незаслуженно записали в предателя, записали в свои враги. И вот эти открытия, дорогие Девы, они могут полностью поменять вашу дружбу или поменять ваши отношения с вашей второй половинкой. И вы теперь поймете, кому вы можете доверять, а кому нет, или с кем можно продолжать отношения, ну а с кем лучше расстаться. Весы, Нептун развернется в вашем шестом доме. Доме работы, доме здоровья, доме обязанностей. И затронет также темы ваших четвертого и второго дома. Это темы недвижимости, семьи и денег. Плюс отдаление лилит. Вот за последние пять месяцев, дорогие Весы, вы могли сталкиваться с самопожертвованием на работе. Кто-то из вас, возможно, работал, не покладая рук. Кто-то выполнял на работе дополнительно чужие обязанности, при этом забывая и о собственном отдыхе, и о том, что вам, скорее всего, за ваши старания не дают никакой компенсации, и никакой благодарности вы также не получаете. Кто-то из вас мог заметить, что вашей безотказностью пользуются другие люди и вообще спекулируют на этом. Ну а вы, взваливая на себя эту чужую работу, чужой груз или обязательство, сами делали из себя жертву. Кто-то, например, из вас, дорогие Весы, мог замещать кого-то на работе, выполнять чужую работу, но вас всё равно не замечали, и все лавры получал кто-то другой в это время. Например, почти всю работу делали вы на самом деле, а кто-то другой получил за это и продвижение, и повышение, или даже получил премию. Некоторые из вас с начала 2019 года могли пытаться развиваться в своей профессии, могли пытаться построить свою карьеру, но на многих могли давить какие-то домашние обстоятельства, которые отнимали у вас очень много времени, много сил, и у вас фактически не оставалось времени на ваше развитие, на вашу работу. Так вот, сейчас на развороте Нептуна в прямое движение вы, дорогие Весы, сможете понять, что же мешало вам все эти месяцы развиваться в профессиональной сфере, и какие домашние дела и обязанности вы просто придумали себе сами. Сейчас может оказаться так, что вы поймёте, что эти обязанности вы могли хорошо поделить с вашими домашними или даже поручить кому-то из них и посвятить больше времени развитию в профессии или карьере. Скорпионы. Скорпионы, дорогие, Нептун развернётся в вашем пятом доме, в доме любви, детей и затронет темы третьего и первого дома. Это ваша Личность, вы сами, ваши контакты с окружающими людьми, плюс отдаление Лилит. Вот последние восемь лет вы, дорогие Скорпионы, могли быть заняты тем, что старались найти то, что сделает вас, наконец-то, счастливыми, что наполнит вас внутренним счастьем, что принесёт вам радость. И с начала 2019 года многие могли решить, что хотят полностью сменить своё окружение, полностью изменить привычный вам круг общения на новый. Кто-то, возможно, мог увлечься общением с иностранцами в эти месяцы и заняться изучением других стран, других культур, возможно, языков. И это изменило вас самих, и вы по-другому стали оценивать своё окружение и себя. Вот с июня 2019 года вы могли запутаться, запутаться в тех принципах, которые вы на самом деле сами себе установили. Могли начать сомневаться в себе, в своей идеологии, в том, что на самом деле может принести вам радость и сделать вас счастливыми. Сейчас на развороте Нептуна к вам наконец-то придёт покой, придёт понимание своего места в этой жизни. И сейчас вы поймёте, что же приносит вам радость, что приносит вам вдохновение, и где вы всё это можете найти. Возможно, что появится желание поработать над собой, изменить свои взгляды, изменить свои установки, которые не дают вам свободно развиваться и расти. В любом случае, дорогие скорпионы, все заблуждения начнут рассеиваться понемногу, и к вам придёт ясность, и вам станет легче общаться с окружающими людьми, и, конечно же, легче жить. Стрельцы. Нептун развернётся в вашем четвёртом доме, в доме недвижимости, семьи, и затронет темы второго и двенадцатого дома. Это тема денег, тема уединения, тайн прошлого, тема эмиграции и других стран, плюс отдаление лилит. Вот возможно, что последние пять месяцев, дорогие стрельцы, у вас были какие-то сложные, запутанные отношения или с вашей родиной, или с вашей семьёй. И основные вопросы, которые могли здесь возникать, подниматься, касались вашей роли в этих вопросах, и кто из вас от кого зависит. Уже с начала 2019 года некоторые стрельцы могли попасть в затруднительное финансовое положение. Например, кто-то мог лишиться каких-то собственных сбережений, кто-то мог лишиться работы в этот период, которая буквально кормила вас. И вот из-за всего этого некоторым из вас, дорогие стрельцы, возможно, что приходилось просить помощь у своей семьи. Кто-то, конечно, мог встать на бирже труда, но многие из вас не видели выхода из этого положения. это вас очень сильно угнетало, морально создавая ощущение обреченности, что здесь нет никакого выхода. И вот за последние пять месяцев претензии тех людей, недовольства тех людей, которые вам помогали, они могли все время усиливаться, расти. И это, конечно, делало вашу финансовую зависимость еще более невыносимой. или же кому-то из вас родственники все время помогали финансово, но тем самым они для вас сделали фактически медвежью услугу в этот период, так как ваша возможность найти новую работу или какие-то новые пути для себя, а также стать независимым от них, это просто отдалялось от вас. Вот на развороте Нептуна вы, наконец-то, сможете увидеть, сможете понять, какие негативные установки мешали вам, делали вас зависимыми, какие установки не давали вам развиваться и не давали вам идти вперед, создавая вам все новые и новые препятствия на вашем пути. Возможно, что ваши родственники слишком вас опекают и не дают вам просто повзрослеть. Или же вы сами, дорогие стрельцы, боитесь что-то изменить своей жизнью, боитесь выйти из зоны своего комфорта и взять на себя, наконец, ответственность и так лишить других людей контроля над вами. Некоторые из вас в ноябре могут много времени потратить на поиски нового себя. Или же уединиться на какое-то время и попытаться разобраться в себе, в своей жизни. Или же собрать чемоданы и переехать куда-то далеко, возможно, в другую страну или в другой город, далеко от вашего теперешнего места проживания. в другую страну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Козероги! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Нептун! Субтитры Алексею Дубровскому! Очень важно дорожить! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Плюс отдаление! Во-первых, субтитры Алексею Дубровскому! 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 сейчас со страхом показать свое истинное лицо людям вашу истинную натуру потому что нельзя всю жизнь быть удобными для других людей во всех смыслах этого слова поэтому дорогие рыбы пользуйтесь этим периодом доверяйте себе поверьте в себя и конечно же меняйте свое отношение к жизни удачи вам всем и до встречи на моем канале а 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